Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим мастер-класс по изготовлению вот таких симпатичных милых бабочек из атласной ленты. Давайте приступим, посмотрим какие нам для этого нужны материалы. Такая черненькая, она идет с мелкими бусинками, полубусинками. Это идет более покрупнее полубусинки. И здесь идут маленькие помпончики. На самом деле бабочек можно делать по-разному. Тут уже насколько у вас будет развита фантазия. И мы с вами сделаем не резиночки, а на чпоках. Давайте уберем пока наши бабочки в сторону. И нам потребуется с вами вот такой кусочек атласной ленты, вот таких два кусочка атласной ленты и вот таких два кусочка атласной ленты. Размер я делала наугад. Вы можете делать размер, ну вот как у меня, я вам сейчас скажу, либо сделать плюс-минус там приблизительно. Вот смотрите, я отрезала наугад, у меня вышло 14,5 сантиметров. Вы можете сделать 14, либо 15, чтобы вам там между половинами уже не это. Так, и этот получается отрезочек, ну где-то 16,7. Ну можно сделать 17 его. Ну примерно где-то так, или 16 наоборот, смотря в какую сторону вы будете убавлять или прибавлять. Теперь нам нужно с вами оплавить все края. Да, я еще не сказала вам отрезок, но он произвольно отрезан, но потом он у нас получится совершенно другой, когда мы будем с вами уже делать бантик. Ну, грубо говоря, где-то 10 сантиметров он у меня отрезан. Давайте оплавим все краешки. Можно делать это все над свечой или зажигалочкой. Так, края мы с вами все оплавили со всех сторон. Здесь я оплавила только один край. Теперь что мы будем делать? Еще нам потребуются вот такие вот две тычинки. Вы можете их сделать самостоятельно, либо купить в магазине. У меня есть такие точно тычинки в магазине. Вы можете пройти по ссылке ниже под видео и купить их. И вот такие чпоки. Мы вместо резиночек с вами сделаем сюда чпоки. И для серединки бабочек я решила украсить вот такими яркими, красивыми помпушками. Все, давайте теперь с вами начнем делать дальше. Уберем в сторону это все. Сейчас мы с вами берем ниточку с иголкой и будем делать нашу бабочку. Мы берем с вами полосочку и внахлёст делаем края. Примерно где-то на миллиметра 2-3. Ближе к 3. И вот таким образом мы с вами прихватываем нашу заготовочку. Смотрим, важно, чтобы у нас здесь край и здесь был одинаковый. Поэтому, когда прихватываете, вы обращайте на это внимание. Смотрите. Виточка длинная, путается. Все. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы прикладываем примерно к серединке. Убираем пока иголку. И вот таким образом равняем середину. Здесь прижимаем, чтобы у нас остался след. Ну и стараемся, конечно, держать. Если вдруг вы отпустили, вы смотрите и равняете к серединке. Теперь мы с вами еще раз мелкими стежочками закрепляем нашу основу для бабочки. Все. Смотрите. Теперь нам нужно сжать. Если вдруг у вас получился какой-то поменьше, какой-то побольше, и вы не хотите переделать, потому что атласная лента, она не репс, немножко портится, когда ее 10 раз, скажем так, переделываете, то вы, ну у меня получилось в принципе ровные края, то вы немножко вот так сюда перематываете ниточкой. Я сейчас вам покажу, потому что я все равно буду закреплять. Стягиваю очень хорошо, стягиваю. Только смотрите, чтобы не порвали ниточку. Все. Вот у нас серединка. И мы теперь с вами раза два-три примерно вокруг закрепляем. Теперь берем нашу иголочку и добавочно пропускаем еще, чтобы нам еще хорошо закрепить. Вот все. У нас половина бабочки почти уже готова с вами. Открываем ниточку. Наша заготовочка с вами готова. Теперь берем вторую побольше заготовку и точно так же ее делаем. Только, как сказала, уже старайтесь, чтобы у вас в краешке все края совпадали. Далее точно так же прикладываем к серединке. Опасная лента немножко непослушная, но можно все равно сделать. И ровняем середину. Вот видите, у меня, например, отлетело, но я вижу, где серединка. Я прикладываю. И опять мы с вами еще раз проходим. И точно так же стягиваем. И закрепляем. Все. Теперь нам нужно с вами соединить две половинки нашей заготовки. Смотрите, что мы делаем. Мы их соединяем по шву и смотрим обязательно края. Мы прикладываем и смотрим, чтобы у нас здесь край и вот здесь край. Они были одинаковые по размерам. Если у вас вдруг здесь что-то неправильно вы там пришили, то вы ровняйте и сдвигайте, чтобы у вас получился бантик очень красивый и ровненький, а не какой-то косой и прочее. Смотрим. Не смотрим на середину, а смотрим именно по краям. Прихватываем. Точно так же обматываем. Ну, я раза три обычно обматываю чаще всего. Все. И закрепляем, как мы делали это на бантиках. Я так же делала из репса такие же точно бантики. Если вы хотите, я могу вам показать мастер-класс. Если даже 2-3 человека напишут, что хотят увидеть мастер-класс по таким бантикам из репса, я обязательно вам его сниму и покажу. Так, ну вот и все. Мы закрепили. Давайте еще один раз для надежности, чтобы у нас ничего не развалилось. Пузырек возник. Чтобы вот так сюда и мы его сейчас загнем. Так, ну все. Все, наша заготовочка с вами готова. Что мы делаем с вами дальше? Теперь нам нужно как-то украсить и добавить, соответственно, усики. Мы берем с вами тычинки вот такие. Вот такой чпок один. И две заготовочки для изготовления серединочки. Далее мы берем еще вот такой вот с вами. Ну, у меня, так как лента атласная здесь идет, я также использую атласную ленту. Нам нужно с вами закрепить резинку и задекорировать серединку. Сначала нам нужно с вами закрепить, конечно же, чпок. Чтобы он надежно сидел здесь и не отвалился. Поэтому, ну, я не знаю, как вы крепите. Можно просто прилепить, намазать вот сюда клей и прилепить. Ну, я буду делать немножко понадежнее, чтобы не отвалилось. Я сейчас это место еще пущу атласной лентой. Так, давайте сначала мы с вами... Я один край уже оплавила. Нанесем немножко клея. Вот, видите, я закрепила. Я просто закрепила. Я ничего не делаю, только закрепила. Когда мы уже закрепили, теперь мы можем вот сюда приклеить чпок. Я наношу клея. Ну, так, не жалея, скажем. И приклеиваю. Нужно немножко подождать, чтобы он прихватился. Теперь, лучше, конечно, немножко подождать, прям так. И здесь ровняйте ровненько, чтобы он у вас тоже не так, не так был, а именно ровно, вот между бантиками. Теперь мы с вами наносим сюда клей. И еще добавляем атласную ленту для более прочности. Лишний клей я сразу убираю, чтобы он не мешался. Так, все. И теперь смотрите мы, что делаем. Мы здесь с вами смотрим примерно, где у нас начало. И здесь нам нужно это место обрезать. Теперь зажигалкой обязательно оплавляем край. Наносим клей. И закрепляем. Только не на самый край. Чтобы у нас край очень хорошо закрепился, мы прям на самый краешек добавляем сюда клей. Немножко. И прижимаем. Все, почти бабочка готова. Чпок мы с вами добавили. Нам остается сейчас задекорировать серединку. Видите? Теперь мы с вами берем тычиночку. И пополам ее вот так вот складываем. Теперь, чтобы наши бантики были вверху, мы поворачиваем их так. Наносим вот сюда клей. Равняем еще раз, смотрим. Видите? Наношу клей. И полностью вот так по всему телу бабочки я его прижимаю. Приклеиваю. Видите? Теперь мы с вами уже, когда приклеили, мы сможем в разные стороны их расправить немножко. Сильно не надо. Все. Теперь дальше мы берем с вами либо бусинки, либо какую-то другую декорацию, стразы какие-то. Я решила, у меня вот такие шарики желтые. Я решила, раз я использую желтую атласную ленту, мне показалось, что будет неплохо, очень даже красиво смотреться, если я добавлю сюда эти желтые шарики. Смотрите, что я делаю. Я опять же по всему телу наношу клей. Беру бабочки. Ой, извиняюсь, беру пушистые эти. И прижимаю. Все, наша бабочка готова. Мне кажется, здесь даже не нужно ничего. Ну, расправляйте, конечно, усики и все. Можно делать чпоки, можно делать резинки. Все, что угодно. Если у вас ребенок совсем маленькие волосики, то можно делать чпок. Если ребенок, ну или не хочет носить, можно даже такие бабочки делать на ободок. Здесь уже кто, куда и как их будет использовать, это уже на ваше усмотрение. Я вам просто показала, как делать. Вот у нас бабочка, задняя сторона и вот передняя. Очень даже мило получилось. Давайте с вами сделаем точно так же вторую бабочку. Ну, вот и все, дорогие друзья. Мы с вами сделали вот такие красивые, яркие, милые бабочки. Я считаю, что в садик, для школы, вообще на лето это очень актуальный вариант. И мне кажется, что любая девочка, особенно там лет до 10, до 9, не откажется от таких красивых, ярких бантов. Конечно, там уже постарше может их и не заставить их одеть. А пораньше, наоборот, им это будет очень нравиться. Они будут рады, если вы сделаете такие красивые, милые для них бантики. Цвет может быть разный. Как вы видите, здесь я использовала атласную ленту с люрексом. Также всю ленту, все материалы вы можете приобрести у меня в магазине. Это у нас просто атласная лента с полубусинками. Для усиков я использовала одни тычинки. Мне показали, что они самые такие красивые получаются. Ну и еще вот такие бабочки у нас черненькие. Вот, кстати, их можно использовать для школы. Эти, если можно использовать как в садик, например, или для младших классов, то такие бабочки можно использовать для школы. Мне кажется, что ребенок с удовольствием их оденет. Если такие вдруг, допустим, не захочет, то это школьная тематика. Можно их делать, допустим, синеньким цветом, красным под школьную форму. Если у вас там форма бордового цвета, например, идет или синяя, значит, синие бантики, черные-черные. Коричневые еще есть школьная форма. Поэтому, в общем, вот так. Серединки тоже можно использовать разные. Я специально здесь сделала с мелких, с крупных и с пушистых, чтобы вам показать разницу. И вы всегда смотрите, какие материалы у вас есть и используйте их. Не обязательно нужно копировать, например, делать конкретно с такими полубусинками или с такими пушистиками, или именно из такой ленты атласной. Вы делайте то, что есть у вас. Фантазируйте, творите, и у вас обязательно получится все очень-очень красиво. Ну, все. На этом данное видео я заканчиваю. С вами была Ольга Сиволап. До новых встреч. Если оно вам понравилось, конечно же, поставьте к нему пальчик вверх. Ну, и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Всем до свидания и до новых встреч, дорогие друзья.